Привет! Сегодня я хочу рассказать про волосы. Почему у человека волосы? Первым делом, конечно же, волосы нужны человеку, как говорит Священное Писание, как головной убор. Вот. Ну, то есть, головной убор, то есть, человеку они даны как головной убор, да? Вот. А ещё для чего может быть использована, ну, использоваться эти самые наши волосы? Вот. Моисей, вот, когда он спустился с горы, с крижалями, вот, то от его лица исходили лучи. Вот. Лучи, светящиеся лучи исходили от его лица. То есть, есть ещё такое. Статическая энергия, когда поступает к человеку, у человека встают волосы дыбом, да? Волосы встают дыбом. То есть, энергия статическая от волос выходит и начинает светиться. Вот. Волосы начинают светиться, вот, энергия выходит. То есть, вот. Энергия молнии падает на землю, и она распространяется над поверхностью земли, если там есть каменный уголь. Каменный уголь – это такой многокилометровый пласт, который лежит над поверхностью земли. Она нужна для того, чтобы изолировать энергию, которая падает сверху, чтобы она распространялась над поверхностью земли, над поверхностью каменного уголя. Потому что каменный уголь имеет в себе метан, который имеет давление. И благодаря этому давлению не даёт энергию пройти через каменный уголь, а распространяться по поверхности земли. Когда она распространяется над поверхностью земли, она начинает замыкать древесные угли. Это создаёт анион гидрокарбоната и водород. Когда человек там стоит, от его волос плюсовая энергия молнии выходит. Когда плюсовая энергия выходит, то от атмосферы тянется минусовые энергии. Ну, от кислорода, да, поступают минусовые электроны. Вот эти минусовые электроны от ног тянут катион водорода. То есть, водород тянется к волосам. Вот именно под этими волосами сохраняется какое-то количество крови. И в этот кровь поступает водород. Водород поступает. И через эту кровь начинает течь электричество. Электричество течёт. Некоторые учёные выяснили, что когда через кровь протекает электричество, то кровь превращается обратно в стволовую клетку. То есть, кровь индуцируется. Откуда появляется кровь? Кровь появляется из стволовой клетки. Поэтому кровь всегда молодая. Даже у старого человека кровь всегда молодая. Кровь, она не может делиться. То есть, она не может делиться. У неё такого механизма деления нет. То есть, наша кровь постоянно поступает из внутренностей наших костей. То есть, из ствола. Поэтому и называется вот эта стволовая клетка. Вот стволовая клетка выходит, и она превращается в кровь. Так. А когда она поступает под волосами, энергия, которая выходит от волос, её стимулирует до стволовой клетки. И поэтому эта стволовая клетка идёт и восстанавливает наши старые клетки. Да? Или регенерирует. То есть, замещает отсутствующие клетки. То есть, если этот человек слепой, то он прозревает. Если он глухой, то он начинает слышать. Вот. Насколько эти механизмы действительно работают или не работают, надо просто проверять. И если они не работают, то надо выяснять, по какой причине они не работают. Но если работают, то обязательно нужно всё это использовать. Ну, в принципе, вот почему человеку даны волосы, да? Вот. Есть ещё вот такие маленькие волоски у человека. От них тоже энергия выходит. И то есть, вот от бровей тоже энергия выходит. От ресниц выходит. От бороды, от усов энергия выходит. И всё начинает светиться. То есть, в темноте человек начинает светиться. Вот. Становится светящийся человек. Ну, как есть такая грилянда, ёлка, да? Светится. В ночи. Вот. Точно так же и человек начинает светиться. Вот. То есть, это становится приятным для глаз, да? Вот. Человек, который светится. Вот как Моисей светился в темноте. Вот точно так же и человек должен светиться. То есть это приятно для глаз. То есть, как мы сначала говорили, что волосы даны человеку вместо головного убора, да? А оказывается нет. Волосы даны человеку для красоты. Но не в том виде, в котором она находится, а в том виде, когда она начинает светиться, светиться в ночи. Ну, это становится, человеку становится очень красивым, да? Потому что он в ночи светится. Вот. И это происходит ещё в абсолютной темноте. Вот. В абсолютной темноте люди начинают светиться. Это всё должно происходить над изолятором молнии. Что такое изолятор молнии? Ну, как я говорил, изолятор молнии – это каменный уголь. Каменный уголь – это и есть изолятор молнии. Таких мест сейчас, даже сейчас есть полным-полно. Даже в интернете есть вот такие места. То есть, в интернете вы можете найти такие места, вот изолятор молнии, да? Где люди понимают пальцы, и от пальца начинается выходить свечение в темноте. Вот. Волосы начинают вставать дыбом. Поищите, и вы найдёте вот такие места. А если это не убедит вас в том, что всё это на самом деле существует в интернете, то для тех, кто не верит этому, есть Библия, да? Вот. Вот. В Библии об этом тоже в многих местах описывается. В частности, это Моисей. Когда он вышел со скрижалями, от него начинали исходить лучи. Вот. Кстати, Моисей тоже жил очень долго. Дольше, чем другие люди, да? Вот. То есть, это всё-таки омолаживает, я так думаю. То есть, если и Моисей омолаживался, хотя он одно время только там использовал этот, ну, свечение этого, эту технологию. Вот. И теперь подумайте ещё вот это. Вот о чём. Все животные, начиная от ёжика, имеют все эти маленькие иголки, да? Вот. Вот, шерсть, вот, все эти, имеют эти маленькие волоски. Вот. Вот. Благодаря чему, вот, они тоже должны постоянно омолаживаться. И ещё, как бы, мы подумали, что это даёт им, как бы, естественную красоту, а ещё даёт другую красоту. То есть, ночью они тоже начинают светиться. Вот. А ещё, когда энергия выходит от волос или от шерсти, там, да, она создаёт много озона. То есть, статическая энергия выходит, создаётся озон. То есть, по сути, создаётся небо, да? Вот. Теперь подумайте вот о чём. Зачем Бог создал человеку волосы, да? Оказывается, вот оно и в чём состоит дело. Волосы, волосы человека создают небо. Вот. Голубое небо создают волосы. Вот. Энергия от них выходит и начинает светиться, создаёт, вот, озон, да? Вот. Вот для чего были созданы волосы человека. Ну, по-моему, этого достаточно, чтобы радоваться тому, что у нас есть волосы. Вот. А ещё волосы служат индикатором, да? Индикатором наших гормонов. Вот. Если у нас много тестостерона, то волосы, как бы, не выпадают, да? А если у нас много дегидротестостерона, то волосы, как бы, выпадают. Ну, в принципе, даже с тестостероном всё равно волосы выпадают, да? Но не очень сильно. А вот, когда вырабатывается много гормонов дегидротестостерона, то падает намного больше волос. Вот. Ну, ладно. Спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео, почему человек имеет волосы.